Всем большой привет! Меня зовут Виктория. Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим вместе очень вкусный фаршированный перец. Оставайтесь со мной! Если рецепты видео вам понравятся, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на мой канал! Фаршированный перец является одним из самых популярных летних блюд и без сомнения одним из самых вкусных. И понравится всем членам семьи. Но давайте же скорее готовить! Для приготовления фаршированного перца мне понадобится болгарский перец, помидоры, морковь, лук, чеснок, рис, фарш, зелень, кипяток, кубик для бульона или просто можно использовать уже готовый куриный бульон, сметана, томатный соус или томатное пюре, помидоры. Полное количество продуктов вы найдете в описании под видео. Сначала я займусь рисом. Рис нужно отварить до полуготовности. Я взяла 100 грамм риса. На одну порцию риса берем 2 порции воды. Рис отвариваем до полуготовности в течение 5-6 минут на среднем огне. Пока рис у меня готовится, я займусь овощами. Сначала займусь перцем. У перца обрезаем шапочку. И убираем сердцевинку и все семена. Вот чтобы внутри был перчик весь чистенький. Смотрите, осторожно, чтобы не прорезать перчик и чтобы начинка потом не вываливалась. Шапочки, которые я срезала с перцев, я измельчу и добавлю в зажарку. Морковку я буду натирать на крупной терке. Одна морковка у меня пойдет в фарш и одна на зажарку. Лук буду мелко-мелко нарезать. Если вы не любите чувствовать присутствие лука в фарше, то лук можно натереть на терке или пропустить через мясорубку или блендер. В фарш добавляю половину лука. Как я уже говорила, половину овощей у меня пойдет на зажарку и половину в сам фарш. Добавляю морковь, рис, который я отварила до полуготовности. Солю. Соль, перец. Все это добавляйте по вкусу. Добавляю сушеный чеснок. Добавляю свежий чеснок. Паприку. Черный перец. Немножко куркумы. Куркума очень полезна. Это профилактика против раковых забелеваний. Орегано. Соль. У меня вот такая соль с перцами очень вкусная. Название я вам оставлю в описании. Во Франции это соль и перец. Вот такие вот. Они очень популярны в использовании для приготовления вторых блюд. Первых, вторых блюд. Запах вообще прекрасный. И вот это тоже. Это смесь перцев. Но она не очень перчит. Поэтому нормально. Нам подойдет всем. Не очень острые перцы. Я еще люблю добавлять растительное или оливковое масло. Тоже в фарше. У меня фарш не жирный. Говяжий. 15% жирности. И поэтому я люблю всегда добавлять немножко растительного масла в фарш. Это по желанию. Если у вас фарш жирный, то добавлять не нужно. И все хорошо перемешиваю. Так. Все. Фарш мы приготовили. И сейчас мы будем начинять этим фаршем наши перцы. Я начиняю вот такой чайной ложечкой. Начиняйте, как вам удобно. Посмотрим, сколько у меня, насколько у меня хватит фарша. Сегодня у меня не очень много фарша. Другие рецепты с фаршем смотрите на моем канале. Например, суп с фрикадельками, спагетти балуньеза. Также есть рецепт, как вкусно пожарить фарш. Все ссылочки я вам оставлю в описании под видео. Перцы мы нафаршировали. Теперь мне нужен бульон. У меня нет сегодня куриного бульона, поэтому я буду использовать кубик для бульона. Я его положила в стакан, закипятила воду. И сейчас разбавлю с водой. Понадобится 500 мл воды. Кипятка. Обязательно кипяток. Ни в коем случае не простую воду нельзя, а кипяток. И разбалтываю кубик в кипятке. И теперь буду перекладывать перцы вот в такую, как бы это как кастрюля сковорода такая у меня. В итоге у меня из данного количества фарша я смогла нафаршировать 5 перцев. Место есть. Их можно даже вот так положить. Бачку. И сюда буду заливать куриный бульон. Значит мы добавили в общей сложности 500 мл бульона. Перец я поставила на маленький огонь. Закрываю его крышкой. И пока займусь приготовлением зажарки. Наливаю в сковороду растительное масло. Выкладываю лук. К луку добавляю морковь, натертую на терке. Обжариваю до золотистости. Добавляю болгарский перец мелко нарезанный. Немного перемешиваю. Продолжаю обжаривать 3-4 минуты. Зажарка у меня готова. Отправляю зажарку к перцам. Оставляем перцы кипеть на маленьком огне. Прикрываем крышкой. Приступаем к приготовлению соуса. Сначала займемся помидором. На помидорах нужно сделать вот такие надрезы. Крест-накрест. И заливаем помидоры кипятком. Оставляем на 4 минуты. 4 минуты прошло. Снимаем шкурку с помидор. Помидоры я помещу в гружной блендер и перебью. В итоге из свежих помидоров у меня получилось 500 мл томатного сока или пюре, как хотите называйте. Поэтому я решила больше не добавлять томатного пюре. Конечно же вы можете заменить свежие помидоры просто томатным пюре, либо томатным соусом, либо томатной пастой, разведенной в кипятке. Сюда же я буду добавлять 3 столовые ложки сметаны. У меня сметана 30% жирности. Можно брать любой жирности. Выдавливаю сюда чеснок и добавляю специи. Солю. Добавляю 1 столовую ложку сахара. Сахар обязательно я советую добавлять. С сахаром получается очень-очень вкусным. Вкус получается совсем другой. Добавляю смесь перцев, черный перец, паприку и все хорошо-хорошо перемешиваю. Можно попробовать, если соли и перца недостаточно, можно добавить. Я сейчас чуть-чуть попробую. Очень вкусный соус получился. Перцы кипят, поджарку мы добавили, все сделали. Теперь практически заключающий этап, добавляем соус. И я еще добавляю немного кипятка. Переверну вот так перчики, чтобы они были полностью как бы в жидкости. Вот даже можно было кастрюлю взять побольше, но в принципе все нормально. Перцы закрываем крышкой. Оставляем тушиться минут 15-20 на небольшом огне. Нарезаю зелень. За 5-10 минут до готовности добавляем лавровый лист и зелень. Перец готов. Накрываем его крышкой и даем ему настояться еще минут 10-15. Я хотела вам сказать, посоветовать, когда вы добавляете соус, кипяток, жидкость. Не забывайте, что потом еще, когда перец будет настаиваться, то он в себя еще впитает жидкости. Поэтому жидкости нужно добавлять достаточно. Перец, приготовленный по такому рецепту, получается очень вкусный и ароматный. Поверьте, приготовьте такой перчик, вы не пожалеете. Сейчас я вам разрежу его напополам и покажу, какой получился фарш внутри. Запахи витают на кухне очень-очень ароматные. Я уже попробовала бульон. Получилось очень-очень вкусно. Если рецепты видео вам понравились, не забудьте поставить лайк, подписывайтесь на мой канал. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения и до новых встреч. Пока-пока!